В прошлой серии Пепел попал в плен к Долгу, но долго ему там сидеть не пришлось. Пришли его знакомые и Долговцы под давлением отступили, дав свои силы для защиты входа в лабораторию в Тёмной Долине. Однако всех имеющихся у нас сил всё равно было недостаточно. Греховцы были слишком сильны и со станерами положили практически всех. С чего это они так активизировались? Если вам нравится это прохождение, не забывайте оценивать его своим лайком и комментарием. Приятного просмотра! Куда он нам сказал подняться? На второй этаж полуразрушенного здания. Ну, наверное, вот это вот здание полуразрушено. И на втором этаже нам там надо что-то сделать. Вообще, у нас есть с вами квест передать письмо. То есть, в принципе, даже никакого здания не появилось. Да, и кстати, мне подсказали, я оказывается, да и сам я вспомнил, я завалил вот этот квест, потому что я убил Вано. Ой, я вам ещё расскажу. Я не знаю, надо было ли тут выполнять квест с захватом группировки, с переворотом в группировке Свобода. Надо было, не надо было, я не знаю. Ну, дали возможность, я прошёл, я не думал, что это на что-то повлияет. Ну, а как оказалось, повлияло. Например, Вано я убил, а это был квестовый перс, и вон это было, там, договориться с ним, чтобы он куда-то пришёл. Я этого не сделал. Что теперь? Ну, ну, вот, ну ничего, чё, я проиграл. Этот квест я профукал, так что, ну, забейте. Чё, у тебя колбасу на полу валяется? Привет, тёмный. Я здесь технарь, могу починить что угодно. У нас много спецов в этом деле, но я на пару с Бергамотом отвечаю за всё снаряжение у нас в группировке. Буду иметь в виду. Ну, да, он просто может починить. Чё у нас по броне, кстати? Слушай, а нам ведь ничего не дали по снаряде, ну, кроме артефактов, да? Чё делать-то мне дали, я не понимаю. Это чё такое? Это что такое? Вот это прикол, я снимаю. Бинокль не могу достать. Почему? А у меня же, наверное, его отняли. И чё за пистолет такой интересненький? Из говна и палок собранный. Самопал какой-то. Ладно. Привет. Громыч сказал, что ты выдашь мне снаряжение. Да? Он уже связался со мной. Держи. Ух ты. Щедро. Благодарю. Не за что. Тем более, что ты заслужил. А можешь мне ещё патронов 0,45 подкинуть? Просто пистолет один недавно раздобыл. Без проблем, держи. Спасибо, Лёня. Темный, привет. Нужна твоя помощь. Срочно. Найди меня в нашем тайнике в подземельях Агропрома. В подземелье Агропрома призрак какой-то. Ну, хорошо. Значит, там надо сейчас переться на Агропром. Попутно мы, конечно, записку, наверное, занесём. И мне что дали? Мне дали бронекостюм восхода. Он, вроде быть, должен получше, чем моя броня Монолита. Но по факту, смотри, ожог 50-60-50 у Монолитовского. А у этого 45-55-55. Ну, что-то хуже, что-то лучше. В целом он, конечно, получше, наверное, будет. Ну да, ну да. Ну, не знаю. Давай, наверное, его и возьмём. Плюс, скорее всего, Монолитовский мы продадим. Ну и, в общем-то, пошли. 750 патронов. Вы что, смеёте, что ли? Куда мне столько? Забавно. Я два раза попытался перейти через переход на армейские склады. И оба раза у меня игра вылетела. Вопрос. Что делать? Идти через этот переход? Это в Рыжий лес. На радар, на АТП, ну и, соответственно, в Лиманск. Что за бред? Почему я не могу пойти на армейки? Что я, типа, не на то и статичное освещение, какое надо? Не знаю, пацаны, не знаю. В этой ситуации наши полномочия, как говорится, окончены. Странно, но в Рыжий лес я прекрасно перешёл. Теперь нам нужно бежать с этого перехода, скорее всего, на радар. А в Сосновый Бор это чего? Это тут, что ли? Это Мёртвый Бор. А тут написано Сосновый Бор. А в Рыжий лес. Наверное, сюда всё-таки. В любом случае, нам нужно сейчас с тобой бежать. Перемещаться на радар, представляешь, сюда, потом отсюда переться. Переходить на армейки. А что, если армейки как-то забагались, и теперь я не могу вообще на армейки переходить? Это будет очень интересненько. Ага, смотри, я опять перехожу на радар, и у меня опять вылет. Хех, ясно. Знаете, из-за чего вылетало? Из-за того, что я поставил статичное освещение. Угу. В общем-то, я вернул опору. Ну, потому что на динамическом вот эти странные блики непонятные, которые мне не нравятся совсем. Я ещё где-то так жёстко облучился. Вот. Ну и, собственно говоря, вот, видите, вот это вот что? Это чё вот это блестит-то, я не понимаю. Как будто мы здесь вазелином каким-то обмазано. Ну вот, поставил я на статику. На статике этого не было. А, ну не тут-то было. Там надо какие-то фиксы качать, чтобы играть на статике. Дуралей играет на гитаре какие-то. Марши похоронные. А тут четыре трупа. И все сгорели. Я не могу. Чё, диод какие-то? Пацаны, как вы умудряетесь наступать в пламя и умирать, сгорать? Почему-то свободу заспавнились на базе. Теперь нас мочат. Не понял вообще прикола. Кому не надо записку отдать? Артуру Мельнику. Это кто вообще? Я вот, если честно, таких не припоминаю. Это ты? Нет, это Чегевара. Но Артур Мельник должен рядом с Чегеварой где-то типа там тусоваться. Тут нет Артура Мельника. Я сейчас посмотрел. И вот чё теперь в такой ситуации делать? Вдруг вообще Артур Мельник и того в мэр? Ну, никаких Артуров Мельников тут нет, пацаны. Я вот посмотрел и никого не наблюдаю. Да, это получается, я сюда просто так бежал. Ха-ха. Ну, типа того. Я спустился в подземелье Агропрома. Тут в тайнике стрелка сидит, ну, наверное, призрак. Потому что именно он нас позвал. Давайте посмотрим. Привет. Здорово, призрак. Давно не виделись. Чё звал? Дельце одно у ученых появилось неотложное. Я уже подписался, а теперь вот жалею. Ещё одно дело появилось. И оба этих дела никак отложить нельзя. Чё от меня-то хочешь? Ну, ты недогадливый. То задание, что у ученых дали, хочу на тебя скинуть. Смекаешь? Смекаю. Ты давай подробнее рассказывай. Короче, в зону приезжает какой-то важный перец. Тоже из ученых. И его надо встретить. И, так сказать, обрисовать ему ситуацию, происходящего в зоне. А нафига ему это нужно? Да и кто он вообще? А хрен его знает. Сахаров сказал коллега инкогнито. Не нравится мне всё это? Мне тоже. Так вот. До него дошли слухи о ваших с восходом делах. И он хочет сам лично всё узнать. Его зачем-то надо встретить. Встретить? А дальше что? По обстоятельствам. Если тебе что-то не понравится, можешь завалить его. Спрашивать будут с меня. Так что не парься на этот счёт. Ладно. Где место встречи? На удивление, в баре 100 рентген. Как мне сказал Сахаров, что место встречи инкогнито выбрал сам. Хмм. Не так всё просто, блин. Кстати. У нас в тайнике привидение шляет со временами. Потом исчезает. Потом опять появляется и что-то рыщет. Разберись, пожалуйста, кто или что это. Ладно. Сбагрил на меня все дела, чёрт возьми. До встречи. О, и привидение появилось. Привидение, надеюсь, ты меня переместишь в бар. Эй, кто-нибудь, помоги эти водила. Ты кто такой и что ты там делаешь? Кто здесь? Брат, если ты слышишь меня, помоги. Я в племя попал в западнее сейчас. Если можешь, скинь мне ствол и пачку патронов. Потерянные предметы. Кидать или не кидать, вот в чём вопрос. Чего только что было? Ну, типа он ранее... В прошлый раз я всё это говорил, и он говорил то, что говорил я сейчас. Ладно, чё там за дневники, может быть, личные заметки появились? Нет, а по поводу группировок. Монолит, ВС Украины. А, вот не час. Он не час. Да хрен его знает, кто он такой. Нам чё нужно сделать? Поговорить с барменом? Встретить учёного инкогнито? Ну, понятненько, погнали обратно. Чё, быстрого перемещения не будет мне, да? Обожаю беготню, беготню, беготню. Беготню вертел я всё на своём. Ммм, нормальная песенка? Я случайно бандитов замочил, и теперь они для меня врагами стали. Ну как случайно, он на моём проходе стал, я его убил. Теперь они на меня злые. Ууу, вот это я тут навалил трупов. Тут какие-то баклажаны появились на входе. Рядовой Зубков, короче, из не и час кто-то. Мне кажется, что чё-то серьёзное намечается. Ну давай мы, наверное, для начала поговорим с барменом, как и того, просит квест. Здорово, что это за огуречки на входе стоят? Почему огуречки? Зелёные. Понятно. Ты что, не слышал, что к нам учёный приехал? Это его личные охранники, он в задней комнате. Кто это? Ты знаешь его? Я-то да, и каждый здесь знает. А вот ты вряд ли. Я призрака жду, он прийти должен на встречу с учёным. Я вместо него пришёл. А что ж тогда про охрану спрашиваешь? А мне-то откуда знать, что он не один будет? Я не вдавался в такие подробности. Гарик, пропусти сталкера, он навстречу пришёл. Угу. Ты чего так на сталкера у первого столика костишься, Эрнест? Да что-то с ним случилось. Толком не рассказал ничего. Водку сразу хлестать начал. Нарезался в стельку. Пойду спрошу, что случилось. Это кто там? У первого столика сталкер этот что ли? Всё ещё хочется выпить, нет? Чё грустишь? Ты это, забыл чего? Многовато ты выпил, чё случилось? На свалке сигнал получил. Какой сигнал? Сигнал сос из юго-востока забытого леса. Я не помог им, страшно мне туда соваться. Хоть и два года уже в зоне. Ничего, я схожу и проверю. Не пей больше, так много, всё будет окей. Спасите наши души. Что за спасите наши души? А те, кто звал на помощь, убить нападавшего, убить нападавшего. Понятно. В ТЧ всегда спойлерятся квесты, как бы что-то будет дальше, да? Ну ладно, пойдём на вторую комнату, в заднюю. Ничего себе тут народу. Ооо, понятно. А ты кто такой? И где тут человек, которого я ждал? Я за него. Меня все зовут Тёмным Сталкером. И вы можете меня так называть. Назови своё настоящее имя, Сталкер. Нет. Вижу, с вами можно иметь дело. Меня зовут Павел Константинович Стрелецкий. Я из НИИЧАС. И я ожидал увидеть здесь Максима. Максим, это, я так понимаю, призрак, верно? Слушайте боевую задачу. Выдвигайтесь в район деревни на армейских складах и ожидайте связи. Я скоро догоню. Медленно тянуться к оружию. Брось ты это дело, Тёмный. Почему не пришёл призрак? Он сказал, что у него другие неотложные дела и попросил меня подменить его. Павел Константинович. Можешь называть меня Стрелком. И давай на ты. Охрана ушла. Теперь я могу снова почувствовать себя Сталкером. Вообще, это мой первый приезд в Зону за последний год. Скоро надо будет избавиться от охраны, чтобы они мне не мешали заниматься своими делами. В институте скажу, что это было нападение бандитов. Это смело, но не обдуманно. Стрелок. Не тебе меня учить, Тёмный. Я пришёл по нескольким делам. Официально это расследование активности Сталкеров, связанное с деятельностью клана Восход и их неизвестного помощника. То есть тебя. Да ещё и по личным делам. Повидаться со старыми друзьями и расквитаться с одним ублюдком. Что за ублюдок? Пока это не важно. Охрана только мешается. А начальство считает, что я не справлюсь. Будешь моим первым помощником. Для начала давай займёмся моими личными делами. Первое. Ликвидируем охрану. Второе. Встретимся с призраком, клыком и доктором. Третье. Разберёмся с моим врагом. Четвёртое. Занимемся официальными делами. Занимемся? Займёмся? Занимемся. Ладно, хорошо. Мне какая выгода с этого? Эх, не те сталкеры уже пошли. Ладно, заплачу я тебе. 50 кусков. Пойдёт? Очень даже. Когда начнём? Чуть позже, я с тобой свяжусь. Договорились, стрелок. На помощь. На меня напали в лесу на территории свалки. Всем, кто меня слышит. Долго не продержусь. Помогите, я в дупо на свалке. На меня напал большой отряд бандитов. Да, актёрское мастерство. Актёров, которые озвучивали персонажей, оно просто на высшем уровне. Врача, врача, позовите врача. Да ладно, я не докапываюсь. Ну пойдём женщину спасать, я не знаю. Хотите интересный момент? В общем, я поставил артефакт капли, которая даёт плюс 1 радиацию и плюс 82 выносливость. И чё вы думаете? У меня радиация вообще не прибавляется. Вообще никак. Но если я поставлю на плюс 3 радиацию, да, вот смотри. Ставим, да, плюс 3 радиацию. Сори, она уже увеличивается. Вопрос, ну, на 3 больше. Ну, там, тут 1, тут 3. Но тут хотя бы увеличивается. А почему, когда я ставлю плюс 1, она вообще не увеличивается? Ну, то есть вообще даже супер медленно, да, она не растёт. Я ставлю обратно вот эту вот. И всё, она не будет расти сейчас. Хотя там радиация плюс 1. Ну, такая странная найденная мною вещь непонятная. Ну ладно, мне-то чё, мне-то плюс. У меня-то нет артефакта на минус радиацию. А выносливость жрётся просто на ура. Вот я, короче, и поставил. Короче, если мы идём на хорошую концовку, стараемся идти на хорошую концовку, то нам нужно сейчас первым делом спасти Анну. Она находится в депо, вот, а не Павла. Ну, типа, вот, девочек надо спасать. А на Павла там я не помню, кто напал. Но на Анну напали какие-то бандиты, и надо ей помочь в депо. Но странно, чё там за бандиты, ведь когда я тут пробегал, тут всё время были нейтралы, а теперь действительно враги. Ну, давай, давай поиграемся с тобой. У, собака. Ля, это дурачки со стайнерами, офигеть. Я понял, хорошо. А чё, мне тоже по ним со стайнера, что ли, стрелять? Ну, вообще, да, потому что я не вывезу, как бы, иначе. Ага. Блин, охренеть. Они очень хорошо стреляют со стайнера. Так, ну, вроде бы я всех замочил. Осталось два человека, это, собственно, Анна и какой-то раненый сталкер. Сейчас я попытаюсь пособирать со стайнеров патроны, потому что у меня пока, как видите, патронов-то не падает особо. А вот у этих дурачков можно кое-что себе добыть. По патрошкам. Как дела, народ? Крот и Ко раскопали тайник стрелка на агропроме, недалеко от заброшенной фабрики. Надо бы сходить и узнать, что там. Тыры-пыры, понятно, держи аптечку. Подожди, а чё за сообщение? Я так и до конца не прочитал. Надо бы сходить и узнать, что там и как. Благо он приглашал присоединиться к поискам. Расстайник стрелка, раскопал Крот, а зачем ему его копать? Не понял. Анечка, вот она. Ох, спасибо, ты очень вовремя. Ты ранена? Да, так, мелочи, переживу. Твой брат тоже просит помощи, я побежал. Я с тобой. Я сам справлюсь, иди на АТП или в бар. Ладно, давай, спасай Лёшу. Уйти. До встречи, ясненько. Лёша у нас находится... Чё, всё, квест отменился, что ли? Не, ну Лёха снайпер у нас находится в лесу, как он сказал, скорее всего, где-то тут. Пойдём посмотрим. Интересно, кто на него напал. Ой, я уже кого-то вижу. Но это какие-то нейтральные пацаны. Воу, опять эти дурачки со стайнерами. Как они надоели, а? Придётся мне тоже по ним со стайнера стрелять. Воу, пацаны, подожди, а чё вы на меня так быстро уже смотрите? Да иди ты отсюда, собака. Припёрлась. Так, ну вроде я всех замочил. Надеюсь, что Лёха снайпер не помер. А ну-ка, нет, тут ещё есть один дурачок. Не, Лёха снайпер не может умереть, ты чё? Он же квестовый персонаж. Ай, здорово. Ну что, опять всех обыскиваем? Лёха снайпер, ну чё, как дела? Ты цел? А, нет, ранен сильно. Вот же, дур... Спасибо, попробуй дойти до АТП. На твою сестру тоже напали, но я ей уже помог. Спа... Понятно, ну извечная проблема. Ты цел? Ага, твою сестре я уже помог. Помог, спасибо, тёмный. Я твой должник, где она? Пошла на АТП, как я ей сказал. Это хорошо, кто напал, хотя я уже догадываюсь. Грех. Я так понимаю, теперь они активизировались. Надо рассказать Громычу, он решит, что делать. Этим я займусь, до встречи на АТП. Всё, да? Выполнено. Новое задание тьма наступает. И чё, по поводу тьмы? Рассказать Громычу о ситуации. Ооо... Спасите наши души, тоже непонятный квест. И описания ни хрена нет, серьёзно, что ли? А я, наверное, уже и не прочитаю, что там и куда идти. Ну да, я уже не перемотаю. Если честно, не очень помню, что он конкретно говорил. По-моему, он тоже говорил что-то про лес, что кто-то что-то в лесу. Может быть, тут, наверное, где-то. Пойдём посмотрим. Найти тех, кто звал на помощь, убить, убить, убить. Найти выжившего сталкера. Вот так вот звучит квест. Немного непонятно, но хз. Чё ещё делать? Ну да, тут кто-то есть. Два человека. А, ну это простые бандиты. Они, кстати, тут всегда тусуются. Поэтому это я, в принципе, не знаю. Что делать? О, минус радиация, наконец-то. Хотя, опять-таки, она мне не очень была нужна. Что делать? Идти к Громычу на АТП снова. У меня, как всегда, полно новостей. И я, как всегда, готов тебя выслушать. Я нашёл снайпера. Надеюсь, живого? Живого. Я так понимаю, он искал сестру всё это время. На них одновременно напали греховцы на разных концах свалки. Мне удалось помочь им обоим. Хорошо, что так. Похоже, грех прознал про наши дела и решил избавиться от нас. Возможно. И ещё одна новость. Стрелок вернулся. Да ладно? Живая легенда зоны воплоти? И чего он хочет? Почему встретился именно с тобой? Вообще-то, я ещё не говорю, что он со мной встретился. Ну ладно. Вообще-то, он ждал призрака. Но тот не может. Поэтому попросил меня. Сейчас стрелок работает в институте. Изучающем зону. Они заинтересованы в нашей деятельности. Интересно. Надо будет встретиться с ним. Я обсужу все новости с Орловым и снайпером. Будем решать. А ты пока помоги стрелку. Понятно. А это кто? Аня сюда прибежала? Ля... Анечка, привет. Ты сегодня блистательно. Так, ладно. А дальше чём? О, снайпер. Привет, счастливый снайпер. Привет, страшила. Ой, прости, ляпнул. Забей. Спасибо ещё раз, что помог нам. Каковы дальнейшие планы? Разберёмся с грехом. Да домой с Аней поедем. Обратно к морю. Ех. Завидую. Хе. Кем работать будешь, сталкер? Если Орлов со своей задачей разберётся, то может к себе возьмёт. Надеюсь. А так, с деньгами, знаешь, проблем нет. Да уж, ну удачи тебе. Эй, тёмный сталкер. Я сейчас в рыжем лесу около моста в Лиманск. Жду тебя. Надеюсь, ты не забыл про наш уговор? Нет, не забыл. Оставайся там, скоро буду. Я как раз рядом. Почему у тебя нашивки свободовские? Это костюм просто свободовский технар делал, а мне неохота отрывать их. Понятно. Что, заказной комбез, что ли? Ну да. Призрик для себя заказывал. Да зря, не пригодился ему костюмчик. А чего не пригодился? Он с группой в центр собирался. Да только всё пошло наперекосяк. Клыка убили, стрелок один пошёл. Вот призрак мне костюмчики подарил. Вон как. Так, клык живой, я сам её увидел. Знаю. И вот тогда подстрелили. Он отключился моментально. Я тут же практически в центр пошёл. А призрак хрен знает, куда ломанулся. Клыкастый походу очухался, да пошёл своей дорогой. Злую шутку зона с вами сыграла. Злую ш... Ага. Ну да. Что дальше? Дальше встретиться со стрелком в рыжем лесу. Выполнить поручение стрелка в рыжем лесу. А где конкретно в рыжем лесу? А вот фиг его знает. Благо тут есть переход в рыжий лес. То есть далеко идти не придётся. И... Ну всё по красоте. В принципе, ну чё, пойдём? Ааа.